Житель городского округа Люберца, участник специальной военной операции Виктор Исаев, встретился с воспитанниками 41-й гимназии. Заместитель командира добровольческого батальона рассказал школьникам о своем боевом пути и ответил на все интересующие вопросы. Стены этой гимназии для Виктора Исаева родные. Он окончил здесь учебу в 1988 году. Перед встречей со старшеклассниками гостью провели экскурсию по школьному музею боевой славы. Теперь война не просто слова или рассказы дедушки о Великой Отечественной, а личный опыт, которым он охотно делится с подрастающим поколением. Война встретила вообще меня в Донецке. Мы как раз привезли гуманитарную помощь туда. И там я узнал, что наш президент объявил специальную военную операцию. До этого я несколько раз был в Донецке с гуманитарными миссиями. И на фронте мы там были с товарищами, тоже помогали бойцам. Но когда уже была объявлена специальная операция, выхода уже не было. Потому что раз Родина попала в такую тяжелую ситуацию, кто, как не мы, должны ей помогать. В добровольческий батальон «Барс-3» «Русский легион» Виктор Исаев вступил весной. Принимал участие в боях на Харьковском направлении. Под Кременной заместитель командира с позывным «Любер» получил ранение в ногу. После лечения в госпитале вернулся домой. Человек-герой, это наш земляк, люберчанин, это человек, который учился в вашей школе. И почему мы здесь и собрались? Потому что Виктор Викторович как раз-таки начинал первый класс, пришел в школу, заканчивал эту школу. И в дальнейшем жизненный путь его и внутреннее состояние, состояние точно абсолютно не без различия привело к тому, что он с первых дней, с первых месяцев проведения специальной военной операции находится на передовой. Награжден Орденом Мужества и Царьградским Крестом Союза Добровольцев Донбасса. Но на этом боевой путь Виктора Исаева не окончен. В ближайшее время он вернется в родной батальон и продолжит свое дело. Но мы стоим, и мы выстоим, и пойдем вперед.